Я вам уже показывал, как можно подключить языковые файлы и вводить языковые константы, используя API ядра D7. Но это еще не все, что вам нужно узнать по языковым константам. Очень важный момент, который вам нужно обязательно знать и учитывать, это то, что языковые файлы в новом ядре загружаются не сразу. Файлы из папки Leng не подключаются одновременно с подключением компонента, шаблона и тому подобное. Они загружаются при первом запросе языковой фразы. Что это значит для вас? Во-первых, это технологическое отличие, принцип работы. И вы в принципе должны иметь представление о том, как там все внутри устроено, как работает сам Bittrex. А во-вторых, я вам продемонстрирую на примере, как это может повлиять на вами написанный код, а в некоторых случаях привести к ошибкам в вашем коде, который изначально был написан некорректно, но работал. Переходим на сайт, на главную страницу. Видим два компонента, которые вводят некоторую информацию. Это компоненты фурнитур, каталог, индекс. Два разных шаблона. В каждом шаблоне в языковую константу вынесены фразы «наша продукция» и, соответственно, наши услуги. Вот, собственно, сам код страницы, где подключены эти два компонента. А это шаблоны первого компонента и второго. Как видим, в данном случае у нас подключаются языковые константы title и title 2. Но это же разные шаблоны, подумаете вы. Почему в обоих случаях не использовать языковую константу title? Да, это возможно, но до появления отложенной загрузки языковых файлов, то есть до ядра D7. Делаем в обоих шаблонах языковую константу title, только в первом шаблоне у нас текст «наша продукция», а во втором случае – «наши услуги». Внесли изменения, идем на главную. И что мы видим? Что у нас в обоих случаях вводится текст «наша продукция». Почему так произошло? Технологическая отложенная загрузка означает то, что языковые файлы и шаблоны не загружаются до тех пор, пока не будет в коде встречен вызов мета getMessage. Система смотрит, что и неизвестная языковая константа title и загружает языковые файлы и выводит текст. В случае второго компонента также доходим до мета getMessage. Метод опять проверяет, известна ли ему языковая константа title, а константа известна как раз, так как она была загружена в предыдущем компоненте. И загрузки языковых файлов не происходит. Следовательно, нам вводится текст языковой константа из предыдущего шаблона. Это еще раз говорит о том, что нужно четко следовать правилам битрикса. Одно из них гласит, что языковые константы должны быть уникальными по индексу для всего сайта целиком. Тогда у вас не будет проблем ни со старым ядром, ни с новым. Продолжение следует... Продолжение следует...